Сегодня я вам попробую рассказать достаточно бессвязно о таком явлении, как рок-н-э-позыщен. Это течение, которое существовало как музыкальное, в том числе политическое. В 1978 году, 12 марта 39 лет назад, состоялся концерт в Лондоне, где участвовали пять групп, представляющих это течение. Нам предстоит разобраться в том, в чем содержание их творчества отличается от традиционного понимания того, что такое политичная музыка или политичное искусство в целом. Поэтому поговорим, конечно же, о музыке в первую очередь, но немного о политике. Нам придется это сделать. Музыка здесь уже как пример, но и как материал в то же самое время для такого рода исследования. Нам нужно, наверное, будет подумать о том, не о том, что такое политичная музыка, например, а наоборот, каковы музыка и политика сами по себе, для того, чтобы понять, как они могут пересекаться. Именно поэтому я предлагаю по возможности, не перебивая музыку, которую мы будем слушать, перебивать, как только можно, меня, для того, чтобы вступать в дискуссию, задавать продукционные любого рода вопросы. это будет гораздо эффективнее, чем я буду вот таким вот путанным своим манером говорить. Вот. И задаться, например, вопросом таким, как политичность и аполитичность. Вот есть люди, которые занимаются творчеством. И в какой-то момент они вступают в поле политического. Вот допустим себе такую ситуацию. Как это происходит? Собственно, что это такое? И мой изначальный посыл будет таков. Я предлагаю вам подумать не о том, что такое политическое искусство, а о том, что такое аполитичность. То есть, как мы можем представить себе людей аполитичных. При том, что все мы живем в одном и том же обществе, среди одних из тех же обстоятельств. Просто когда власть, та или другая, другая интерпретация, наша власть, не наша власть, понимается, достаточно узко, мы, как политика, то есть, как общество, боимся, что вот какая-то неведомая сила нами завладеет, когда становимся аполитичными, то есть, являемся аполитичными, чтобы потом уже выбирать между политикой и чем-то от нее отличающимся. Так что же это за неведомые силы такая? Я предлагаю вам пример движения, чьи участники представляли себе, действенные себя, совершенно ведомые, очевидные силы. Силы рынка. Как же без этого можно обойтись? Вот здесь вот как раз рок-инопозишн или рио, или рок-инопозиция, является примером вот такого опыта, который до сих пор недооценен, как уже проявивший из себя, именно потому, что существует некое производство, так сказать, означающих, которые мы считываем и понимаем, именно в том ключе, в котором нам их подают. Самое интересное, что политичный взгляд, он, ну, как правило, связан с конформизмом, да, и в итоге он пассивно рыночен, даже, пожалуй, базарен, вот. А вовсе не является, на мой взгляд, защитным механизмом, как часто любят говорить всякого рода протестующие люди, которые, скорее всего, тем самым не имеют просто оправдать свои беспомощности. И вот тут как раз вот эта связь с рассентиментом, о котором я хотел говорить изначально, именно поэтому он начал так издалека, именно для того, чтобы поговорить сначала о музыке. Да, рассентимент это такая вот, ну, как Ницше говорит, восстание рабов. Что же это такое? Ну, это на следующий раз, да? Все это, конечно, такая позиция не оправдывает социальных несоответствий в обществе, не оправдывает апатии в отношении необходимости какой-либо борьбы. Но дело в том, что политически не всегда оказывается обязывающим вопреки творчеству. Хотя бы потому, что творчество вполне себе реализует политические стратегии, те же самые политические стратегии, которые используются в натуральной политике, которые мы приняли думать. Я скажу о предшественниках, если мы вспомним о том, что я буду ссылаться на интервью с товарищем Ремезовым, он меня спрашивал о капитане Биффорде, там, капитан Биффорд, может быть, вы знаете, да? Или группа Франка Заппы, которые, как я ему сказал, создавали, в общем-то, не секты, как это выглядело, может быть, для кого-либо, а лабораторию. Лаборатория в сфере эксперимента, музыкального эксперимента. А вот коллективы, о которых это речь, оказались в политике совершенно случайно. Как бы случайно. С другой стороны, вполне обусловлено. Одна оказалась через искусство, а вовсе не через идею свое представление о том, чем должно быть искусство или политика по отдельности. и вовсе даже не от скуки, хотя скука может вполне быть основанием для какого-то действия. И еще один момент, последний, перед тем, как мы приступим к тому, чтобы послушать музыку, а это у нас цель. Это, я хотел бы заметить, что все движение было интернациональным. Оно представляло из себя собрание групп из разных стран, которые воплощали в том числе разные культуры, национальные культуры. но работали в примерно одинаковом ключе. Эта одинаковость состояла в том, что они, как пара социальным образом, вот люди, оказавшись в одинаковом положении в политическом поле, играли очень близкую музыку друг к другу, да? При этом группы были очень разные. В целом, это музыкальное течение обычно называют авантпрок. речь идет о сочетании, о синтезе, вернее, авангардно-академической музыке и неких неакадемических элементов, то есть там фьюжн, арт-рок, вот все, что существовало тогда и развивалось в 70-х годах, туда было интегрировано. Вот давайте мы вам поставили просто пример того, как мы представляем себе музыку протестную. Это для начала. Это будет группа StormsX, это итальянцы. Это их первый альбом, и они начинали вот с такого некого шансона, то есть они пели протестные песни, ну, мы знаем группу Аркадий Коз, то есть протестные песни в чем-то дворовые, в чем-то нет, там, ну, так или иначе, это была просто группа, которая вот пела песню протеста. То есть итальянцы, 73-й год, песня называется Vivo Cuba Yanke Snow. Ну, понимаете, да, о чем речь идет? Это просто для того, чтобы мы помнили, что такая музыка существует. Кубаси, 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 Yanke Snow. Кубаси, 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 Они не Кубаси, 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 漢ки Snow, Кубаси, Это тоже итальянская культура, честь итальянская культура, наверное. Вообще многих южных евразийских народов они очень любят петь. Если вы, допустим, познакомитесь с итальянским артроком того периода, ну, естественно, артрок, как музыка 70-х годов, прогрессивная, прогрессив музыка 70-х годов, вы заметите, насколько интересно построены композиции. Они построены с преувеличенным значением пения даже тогда, как они не поют. Но итальянцы обязательно должны петь. Они прекрасные инструменталисты, они очень хорошо играют, они развивают тему, допустим, инструментальную, очень мощно ее развивают. А потом, в какой-то момент развития пьесы, эта музыка как будто инструментал отходит на второй план, и кто-то там, он или она, пойдет. Вот эта вот песенность, это очарование их музыкальной культуры, она в том числе и в рок-музыку. Но вот мы послушали просто песню, да? А теперь представьте себе, что вот этот гипотетически итальянский Аркадий Котс, а это их песня, зашла с ума. Вот они съехали с катушек. И они стали играть немного другую музыку, но при этом не перестали петь. И вот что интересно. Они стали вносить как раз в эти песни, непосредственно даже составлять такими блоками элементы арт-рока. И стали играть альбом Ля Приндиста 1977 года. Нас интересует альбом 1978 год, и в таком виде они пришли в движение Рио. Они не пришли в него, если бы просто играли вот эти все песни бесконечные, протестные. Они продолжали петь о том же самом, но играли другую музыку. Короче, Аркадий Котс, который сошли с ума. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сделать то же самое со своей музыкой, было бы тоже интересно. Вернее, его аранжировщики, да. Да, он что-то пытался. Ну да. Там нет твоя мышка, что-то такое. Даже Ирина Аллегрова, кажется, пыталась что-то делать. В общем, мне нужно делать некий комментарий по поводу авант-прога как течение. Вы видите, что тут уже точно прогрессивный рок, так называемый прок. Он складывается из авторок с одной стороны, из фьюжн с другой, то есть из экспериментов с академической музыкой, так называемой классической, и из экспериментов с джазом. В том месте, где джаз уже перестал быть джазом, потому что так называемый фьюжн сделан невозможным в существовании джаза в прежнем виде. Почему говорим о Рио? Вот так. Потому что, наверное, помимо этого рынка, на котором помянут, рынок, собственно, является основанием для того, чтобы мы как-то интерпретировали историю музыки. Потому что он как раз этим управляет, о чем они в манифесте своем Риои говорят. Ну вот, то, что они пишут в манифесте про Stormy Six. Stormy Six, Италия. Их семеро. И они вместе уже 9 лет. Однажды они были почти поп-группой. Но это все в прошлом. Однако, они по-прежнему используют элементы народной музыки и ее инструменты. Три скрипки, мандолину и акустическую гитару. Также они используют бас, барабаны, электрогитары и три саксофона. Ксилофон, флейту и все поют. Их музыка менее авангардна, чем у их состязычников Ария, но есть такая группа известная, итальянская, да, и менее скучна. Они бескомпромиссны и политически активны. Все правда. Вот. И вот этот, созданная рынком история предполагает себе, ну, например, что-нибудь вроде того, что вот был джаз, рок-н-ролл, потом наступило время бетломании, потом появились всякие там Led Zeppelin Deep Purple, что-то такое, какой-нибудь Джимми Хэндрис, что-то такое. А потом была новая волна, которая, значит, вернулась каким-то вот, ну, каким-то элементом там социальной музыки, адаптировала к электронике и так далее. Все это было включено. А потом еще что-то. Ну, например, современный прогресс. Который вот придумал что-то совершенно новое. Вот сейчас мы послушаем группу Самл Мамас Манна. Это шведы. Шведы тоже интересные. Вообще, это тоже, так как Италия, великая рок-страна. Они играли инструментальную музыку преимущественно, но с избыточной долей юмора. Брестащие инструменталисты в свой прогрессив они включали непосредственно при всех возможных изворотах, включающих в том числе элементы фри джаза, так называемые легкие жанры, если можно так назвать. Тренировочные этюды, рок-н-роллы, детские песенки, просто народные песни на очень такие легкие мотивы, которые мы слышали на стороне с Икс. На самом деле, они очень сильно определили свое время. Довольно странно сейчас, вот знаешь, что такое, например, великая, на самом деле, волна 90-х и 2000-х годов американского прогресса современного слушателя, Самл Мамас Манна сейчас. Они тоже были вполне определенной политической ориентацией, но дело в том, что они не пели. И тут уже переход в другой уровень. Это вот вам пич для размышлений, собственно. Но теми, третий альбом, вещь, которую мы сейчас послушаем, называется... КНАПИТАЛИТЭТ. Да? Да! Смотри, КЛОСА. КНАПИТАЛИТЭТ. КНАПИТАПА. Это скажу на откосок КНАПИТАЛИТЭТ, РАЗБЕЙ КАПИТАЛИЗМ. Популярный лозунг в шведских левах тех времен. Они не поют! Раз я вам давал повод подумать о рок-н-ролле, я вам поставлю рок-н-ролл, Асамул Маус Ман. Это прогрессив рок-н-ролл, естественно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА DISTRACY ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Их инструменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А как может быть оппозиция, а вот просто чисто музыкальная, без слов? Дело в том, что они просто делают дело. То есть они работают над созданием некого сообщества. Людей, которые могут выйти из-под поля, без того, чтобы уйти в субкультуру окончательно, там погрязнуть. Это именно что не панки. Это что-то другое. Это просто люди, которым нужно это другое. Которые уходят от клише, как сказать, как могут. От клише протестного движения. Да, я помню, движение. Даже этот самый протест, и то, как поставлен Ермо на нем, они как раз отрываются. Ну да, я же сказал, что они сделали это не потому, что они были придерживаться таких таких идей, а потому, что они были вынуждены это сделать. Не, прикольно. Не выглядит это лишь как попытка перераспределения тех средств, которые идут от слушателей. То есть, чтобы музыка стала массовой, приносила больше денег и обеспечила сама себя. То есть, это просто смена пульсов. Разве нет все это протестное движение? О какой смене пульсов ты говоришь? О перераспределении средств, которые будут получены, если их искусство станет массовым. А что, если средства будут просто определены в той области, в которой они не определены? Перераспределены ты имеешь в виду? Они не предопределены, а определены те средства, которые необходимы для развития этого вкуса. Ведь, как там написано, контролировать рынок значит контролировать вкусы. Да, да. Я не понимаю, в чем смысл протестного движения, в чем смысл революции, если я все-таки наставив, что это просто смена пульсов. Ломание стереотипов, понимаешь? Это же самый стереотип. Когда люди одинаковы, понимаешь? Перерождение стереотипов. Все то же самое. Перерождение? Перерождение. Выснегать новые идеи, которые стереотизируются со временем. А со временем найдутся другие ребята, которые и это разрушат, понимаешь? Совершенно нельзя быть, да, можно просто саморазрушаться, да, но это же неправильно. Совершенно самое бесконечное, да? Вот. Как вот анониз, к примеру, да? Давай. Бесконечное анонизм, ла-ла-ла. Не, мне казалось вопрос был про интернативную корпорацию. То есть теперь это просто условно другое, ну другая, новые конкуренты. Два рынка. Появляется два рынка или... Они представляют, а мюзик нет. Да. Это само название. Они подтестятся. Это сеть. То есть не корпоративное устройство, а сетевое. Это как интернет был вообще-то. То есть, общение, непосредственно контакт между исполнителем и слушателем. Как только, мне кажется, вот это движение произошло, как только шаг сделал, ну сам же, ну как бы затверделся, нет никакого движения. Я ствердил, в случае Рима ствердил, то есть образовался огромное количество коллективов, образовался целый лаэбук, которые записывались коллективы. Но так как мы еще не преодолели капиталистические отношения, да, мы все равно этих групп не знаем. То есть я просто разговариваю, орешь на группу, да, кому-то ставлю, ну вдруг, оказывается, такое существует. Я не думаю, что такое есть. Да. Не, в любом случае, альтернативный рынок создаешь, они не могут идеи пропихивать свои, понимаешь? Деградации, понимаешь? Деградации, тем не менее, не существует, и тем не менее, они каким-то образом сами воспроизводятся. Здесь вопрос о известности и популярности. То есть, оказывается, так будто бы можно быть известным, но при этом не популярным, либо наоборот. Вот, либо наоборот, вот быть популярным, но нельзя, они же известны. То есть курс транслируется вместе с тем, как его нужно считать. То есть, какой он должен быть? То есть, какой он должен быть? То есть, если ты начинаешь делать какую-то новую идею, или у тебя начинает случаться, переступая к определенной грань, твое искусство становится не массовым. И массовость это поглощает твое искусство, и рано и поздно начинает двигать трава. И ты начинаешь уже в этих рамках массовости действовать. Это же от субъектов зависит, правильно? Вовсе нет, здесь независимо от такого субъекта. Потому что массовость, она поглощает ту всю уникальность, которая была в начале. Она и полностью растворяет. А массовость, что значит массовость? То есть, общая доступность к каждому? И должна быть какая-то религарность? Общее место. Без расшифровки, общее место. Разметы с концепта, если угодно. То есть, нет никакой, не знаю, манифеста. Все становится как гомогенное вот это вот говно. Это разлит в окно. Я не очень понимаю на самом деле. Вот когда я говорю, допустим, о отношении политики и искусства, я представляю себе три формы отношения к этому вопросу. Либо мы относимся к численности как к тому, что действует. В общем-то, русский язык вот у меня обманывается. Как к какой-то необходимости потреблять, использовать, как к прибыльности, доходности, как сказать, в дужде. То есть, мы эксплуатируем свою нужду как то, что воспроизводит, допустим, капитал. Либо, в другом случае, мы относимся к этому как к продвижению какой-то идеи. Возможно, фанатично. И вот на этом уровне, примерно, ты, мне кажется, критикуешь, что это может обратиться к тем же самым. Как будто бы все в одном плоскости. Это болезнь многих протестных групп, что они как раз за идею выступают. А вот... А третья форма, самая интересная. Но эти совмещены. Это отношение к мыслям. То есть, в мышлении уже не идея, а мышление. Вот. Они могут, да, они пересекаются реально. Вот что-то значит мыслить, а не просто иметь идею. Вот это меня всегда интересовало. И когда я там в политику более-менее пришел, да? Я как раз выступал за мысль против идеи. Ну, это, конечно, может пафосно звучит. Но этот пафос вполне, мне кажется, оправдан. Причем различная мысль идея. Я просто сонировался уже, мысли это просто подвижно. Постоянно менять. Да, да. Понятное дело, что такого рода музыка при капитализме, и даже, наверное, при коммунизме никогда не переступит некий порог массовости, полярности в силу своей сложности и специфичности. Ну и, конечно же, поэтому она невыгодна, невыгодно в нее вкладывать средства, потому что это будет плохо окупаться, приносить мало прибыли, так как сложно ей найти слушателя в любом случае. И поэтому, разумеется, этим музыкантам, раз они хотят играть свою музыку, это нормально. Любой музыкант хочет играть свою музыку почти. Ну, кроме тех, которые действительно чисто на коммерции нацелены. Им надо как бы выживать, они объединяются, создают эти сети. Но что это инновационного? По-моему, это просто выживание. И, по-моему, ну, как бы и человек, который услышит эту музыку, он не станет после этого каким-то революционером. Мне кажется, что протестная музыка, которую ты критикуешь, которая несет какие-то идеи, она как раз-таки более эффективна. Ну, потому что, собственно, она несет какие-то идеи. Какая-то политическая пропаганда идет, а тут этого нет. Ну, человек как бы услышит, ну, ладно, здорово, есть такая музыка. Мне даже крамольно кажется, что, наоборот, протестная музыка, которой ты говоришь, это выживание. А вот творчество людей, которые просто объединяются для того, чтобы продвинуть то, что они делают, это как раз жизнь. Стало быть, стало быть. Я чувствую, что сразу на ум приходит наш фигурлет. А. Который, в общем-то, я не думаю, что... Ну, знаешь, все... Саш, ты у меня просто достиг. Спасибо. Саш, ну, все вынуждены выживать, я в конце. Ну, музыканты вот вынуждены, да, выживать? Там... Да, вот даже вот мы как бы идем друг друга поддерживаем, чтобы не упасть. Ну, что вы думаете? Это нет ничего революционного, это действительно жизнь. А жизнь, ну... Даже в профсоюзах ведь нет ничего, ну, как бы... Революционного. Ну, грубо говоря, да. Они как бы досягают своих экономических целей, они выживают, ну, как бы добиваются экономических благ, как раз выносим значение слова профсоюз. Профессиональный союз. Музыкантов, художников, кого угодно. Да, кстати, в чем это отличается от профсоюз? Действительно, есть некоторые сходства. Есть отличия, потому что... Они как бы не наемные работники, да? То есть производные по-разному. Не наемные работники, да? Они там не борются за повышение заплаты музыкантам, да? Они просто пытаются, ну, выжить. Высказаться как человеку в достаточно далеком от политики. Мне кажется, вот задача вообще сама донесения через музыку каких-то идей очень сложна. То есть, ну, чтобы, допустим, допустим, то, что вот для одного народа музыка можно слышать одно, для другого народа совершенно другое. Это я вообще даже не привлекаю язык. Если даже мы возьмем ту же музыку в Индии, у них вот совсем другие стили игры и все такое, то есть для них наша музыка вообще для восприятия будет... Весь книг. Или даже возьмем по истории. У нас, если сначала какие-то, допустим, выделенные сочетания клавиш, новые, нотные вообще, они считались гармоничными, другие негармоничными, неприятными. То есть, сейчас уже часть вот этих негармонических сочетаний уже, опять же, через массовое искусство становится как гармоничным. То есть сочетания музыки самостоятельно тоже эволюционируют, и ее восприятие также. И мне кажется, что все это очень сложная идея передачи, какая-то передача конкретных идей через музыку. Но дело в том, что история музыки подтверждает, что происходит как раз совмещение вот этих культурных входов. Они впитываются одной культурой в другую, да, переходит одно в другое. Постепенно мы все равно идем к тому, чтобы эти культуры были совмещены в том числе и в виде там музыкального какого-то языка, выражающего определенные выходимые перенесения. То есть если в Индии это все формируется, если в Индии уже формируется, если она будет интегрирована в этот процесс, если мы не будем отрицать этого, если мы будем это использовать, если они не будут использовать нашу Индии, то это будет некий проблем к тому, чтобы образовалась некая вот эта вот сетевая модель, которая позволит, ну, в том числе я буду рассказываться всем на одном языке. Никакой проблемы в этом я не вижу. Да, а то еще вот такой вопрос. Ну, вообще я отношусь к группе совместной музыки, потому что раздельно мы с музыкой проводим. И вот, однажды мы здесь, соответственно, была лекция по восприятию музыки, и мы включили то, что подключались композиции достаточно тяжелых тоже таких. И опять же, опросили людей, кто что почувствовал. То есть выяснилось, что да, кому-то было неприятно, а кому-то наоборот было интересно или даже весело. То есть, опять-таки, за этим человеку восприятие музыки может сильно варьироваться. Да, разумеется. Я согласен. А в чем вопрос? То есть, опять же, мне кажется, это вопрос в том, что сложный, что там какой-то призыв, конкретный призыв передаваться. Но мне кажется, можно использовать музыку как средство привлечения, какие-то дополнительные средства. Помимо музыки нужно использовать что-то еще, чтобы разъяснить свою идею человека. Но растить свою идею человека это не значит, что… не значит того, что мы опять же формируем какой-то очередной вкус, единственный для всех. Ну, как раз, наверное, в этом случае разрабатываем множество вариантов подходов ко вкусу, и, собственно, критическое отношение к тому, как этот вкус сформируется. А вкус сформируется далеко не всегда там, благодаря какому-то там, в общем, семейному воспитанию. Он вполне себе формируется через семейное воспитание, в том числе, какой-то вот общественной ситуации. Действуют какие-то институции, каких-то программ. Ну, все мы там ходим по улицам и слышим какую-то, вроде бы, музыку. Но мы ее не слышим, во-первых. Во-вторых, во-вторых, мне всегда было интересно, когда я еще в Саратове ходил по городу и на улице аналогичной Покровке проходил мимо ларяков, на Покровке, в частности, этого не было, поэтому я, наверное, нижний переселился, и слышал там вот эту орущую музыку, понятно какую-то. Я задавался вопросом не потому, почему мне стоит эту музыку, а почему мне мешают слушать музыку. Вот я иду, про себя что-то напеваю. Я люблю музыку. Напеваю или... Я просто мысль музыкальная. Кажется, мысль музыкальная. У каждого в голове своя музыка. Но нам мешают ее слушать. Вот в этом плане как раз мы предлагаем противоположную идею. Бестороннее включение. Это тоже создает новое произведение, которое также можно послушать, что-то будет интереснее. Можно слушать все, что есть вокруг. То есть, допустим, да, есть, допустим, композиции записанные, может быть, я говорю, в наушниках, но при этом, может быть, машины или еще что-то. И все это можно не считать чем-то инородным, а припустить это в свои композиции, слушать, что же получится тогда. Опять же, можно вообще с какой-нибудь классикой постройки, которая тоже. И, соответственно, все это в результате сойдется во что-то, что-то новое. То есть, это может быть не приятно, может приятно, но это так или иначе опыт определенный. Опыт, который тот же что-то может нам дать. Да, я просто считаю, что воспроизводится нечто, что не заинтересовано в том, что мы относились к чему-либо серьезно. Потому что если человек начинает думать, мыслить, он становится опасным. И именно поэтому существует некая индустрия курса, очевидная, и масса различий, недопониманий, которые на самом деле надуманы, это всего лишь корка. Если разобраться, мы можем понимать любому, каждый может понимать любую музыку. Более того, считать любую музыку, какую угодно. На свое усмотрение. На сколько угодно сложный, на сколько угодно простой, доступный. Он может самостоятельно распоряжаться вот этими критериями сложности, простоты, элитарного и массового. А, собственно, элитарные массовые, о чем с Костей говорили, это то, что Риофферса, частности, попытались преодолеть. Показать, что их музыку можно слушать, что она элитарна не сама по себе, а потому что, кто-то считает, что их музыка элитарна, и поэтому их записывать не стоит. Играет музыка элитарна. Продолжение следует...